Несмотря на желание Трампа отменить цепную бесконечную иммиграцию людей в США, переезд определенных членов семьи граждан США все еще доступен. Сразу хочу обратить ваше внимание, что речь идет о родственниках максимально близких, а именно супруга, дети, родители, братья, сестры. Переезд таких родственников, как бабушки и дедушки, тети, дяди, племянницы, племянники, двоюродные братья и сестры недоступен. Подчеркну, что только граждане США могут вызвать к себе родителей и братьев-сестер. Увы, для владельцев Green Card такая возможность отсутствует. Поэтому первое правило такого переезда – родственник гражданин США. Также проживающий в США член семьи должен быть не младше 18 лет, так как именно с этого возраста можно подписывать спонсорский афидовид. И, конечно же, спонсор должен проживать на территории США. Давайте рассмотрим категории родителей, которые могут переехать в США. Для того, чтобы получить Green Card, родители обязательно должны предоставить все документы, которые подтвердят родственные связи. Если вы, например, хотите перевести своих биологических родителей на постоянное проживание в США, вы должны предоставить свидетельство о рождении, в котором будут указаны имена ваших родителей. Если же вы хотите перевести в США своих приемных родителей на постоянное проживание, вы должны предоставить документ об усыновлении, в котором будет указано, что усыновление имело место быть до исполнения гражданином США 16-летнего возраста. Если же вы хотите привести своих мачеху-отчима на постоянное проживание в США, вы должны предоставить свидетельство о браке между вашим биологическим отцом и мачехой, либо же свидетельство о браке между вашей биологической матерью и отчимом, в котором будет указано, что брак был заключен до исполнения гражданином США 18-летнего возраста. По сути, существует два варианта переезда родственников. Смена статуса на территории США и подача петиции на воссоединение, если родственники находятся за пределами Штатов. Первый вариант выглядит проще и на практике также может быть реализован при более удобных обстоятельствах. Однако может вызвать определенные проблемы, ведь получая туристическую или гостевую визу, вы показываете свои неиммиграционные намерения, которые подтверждаете, проходя пункт контроля по прилету. Смена статуса после приезда в США показывает, что информация, которую вы предоставляли, была неправдивая. Что может добавить вам значительных проблем. За сознательный обман вас могут лишить привилегий на иммиграцию, обязать выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов и даже посадить в тюрьму на срок до 5 лет. Неужели это того стоит? Безусловно, есть масса ситуаций, в которых нет никакого обмана и смена статуса происходит в силу объективных причин. По второму варианту, сама процедура не отличается от других типов воссоединения семьи в США. Об этом мы уже сняли видео на нашем канале, ссылку вы найдете в описании. Все, как обычно, начинается с петиции, а после ее одобрения происходит подача на визу, после которой при пересечении границы заявитель может получать грин-карты. Заявители имеют право забирать с собой супруга и супругу и неженатых детей возрастом до 21 года. Вроде бы все очень просто на первый взгляд, но если петиция для родителей рассматривается относительно быстро, 9-12 месяцев, то вот братьям и сестрам придется ждать намного дольше. Так, по одному из кейсов, с которым мы сейчас работаем, ожидание составило около 12 лет. Согласитесь, большой срок, но если вы планируете воссоединиться с семьей на территории США, возможно, оно того стоит. Конечно, никто не запрещает вам подаваться на гостевую визу с целью просто навестить родственников, пока по вашей петиции не будет принято решение. Но в этом случае особое внимание нужно будет уделить подтверждению возвращения США домой. Мол, так и так, нарушать ничего не собираюсь, петиция в процессе сейчас просто в гости. Но, как и в любой другой визе в США, решение будет зависеть только от офицера, который будет проводить собеседование. Как у вас там все прошло? Хорошо, прошло. Ну, так, немножечко нервничали, конечно, но, как бы, так, ну, понимали, что от того, что будем нервничать, ничего, естественно, не изменится. Нам задали буквально пару вопросов, где вы работаете, сколько у вас человек в подчинении, и все. И он вручил вот такую вещь. Ура! Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Я хотела еще уточнить, вы подавались на туристическую визу. Туристическую, да, да. А как выглядел и как вел себя визовый офицер? Визовый офицер молодой был, такой спокойный, и, ну, я же говорю, вот три вопроса задал, и все. Ну, постоянно по-моему, потому что ты начал. Да, мы вместе. Прямо по одному окошечку, вы муж и жена? Мы хотели поехать гостик к сестре моей, но, к сожалению, мы его поставили. В1, В2 вам не открыли. Вы вдвоем? Да. И что, так, все началось, что вы у вас спрашивали? Вы, так, вы вместе подходили к окошечке, да? Да, да. И что у вас спрашивали? У нас спросили, где мы работаем и к кому мы едем. И все. Да. И вот так вот поездили. Да. Мы вам не можем поставить. В общем, больше в американское посольство. Не приятно. Очень не приятно. Все пошло очень хорошо. Что у вас запитали? На какую визу вы поддавались? А, это бизнес-виза была. Бизнес-виза? Да. На что вас запитали? В основном, это цель поездки и какая у вас позиция, если это бизнес-виза, и что вы собираетесь там делать, кто вас будет принимать. И как поводил себя визовый офицер? И что я там буду делать, и на какой термин. Не больше было ожидания, а интервала, а співпеси за 25 хвилин. Как выглядел визовый офицер? Останавливаемся на сложных моментах, которые могут возникнуть в таких кейсах. Например, если вы захотите перевести биологического родителя, который не состоял в браке с другим родителем, даже если они жили вместе, вам потребуется основательно доказать, что вы связаны эмоционально и финансово. Чтобы подтвердить это, вы можете предоставить банковские выписки, подтверждение денежных переводов, совместные фотографии, поездки, переписку, все, что покажет, что вы очень плотно общаетесь друг с другом. И присутствие родителя в США крайне необходимо для спонсора. Что касается братьев и сестер, вы можете ходатайствовать на переезд, даже если у вас только один общий родитель. То есть брат или сестра могут быть сводными. Ограничений на количество родственников, с которыми может воссоединиться гражданин США, либо владелец грин карты нет, но у спонсора должно быть достаточное количество средств, которое позволит ему обеспечить родственников, приезжающих в США. На этот пункт нужно обратить особое внимание, особенно если, например, ваш родитель захочет забрать с собой в США всю свою текущую семью. Рассказывайте о своих историях о воссоединении. Делитесь информацией с тем, кто только в начале пути и не знает, что делать. Ваша информация будет очень полезна тем, кто только начинает заниматься процессом воссоединения. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить всю актуальную информацию об иммиграции и визах в США. Напоминание поесть. Свайпните просто в сторону. В сторону свайпните. Не, не свайпает. Зараза. Угу. Угу.